Союз промышленников и предпринимателей объединяет в своём составе 20 организаций крупного и среднего бизнеса. В минувшем году они участвовали в конференциях и мероприятиях регионального объединения работодателей Московской области, заседали в коллегии Московской областной трёхсторонней комиссии по регулированию социально-трудовых отношений. Задача общая – создать благоприятный предпринимательский и инвестиционный климат в Щёлковском районе. На восьми заседаниях правления было рассмотрено более 50 различных вопросов. Важным шагом стало подписание Тростиного соглашения с руководителем района Алексеем Валовым и главой Щёлковского района Надеждой Суровцевой своего рода стратегии взаимодействия бизнеса и власти, направленной на развитие территории в интересах жителей. В условиях новых экономических реалий перед компаниями стоит цель оптимизировать бизнес-процессы и поиск дополнительных возможностей для развития. Один из примеров – заключение совместных договоров сотрудничества с учебными заведениями среднего звена, которые предусматривают прохождение производственных практик учащимися с последующим трудоустройством. Опыт проведения круглого стола в областном профессиональном колледже инновационных технологий был признан успешным. Учебные заведения узнали, каких специалистов сегодня не хватает реальному сектору экономики. Ближайший круглый стол промышленники планируют провести в апреле. Главными действующими лицами станут высококлассные экономисты и менеджеры крупнейших банков. Соберутся, чтобы узнать возможности кредитных организаций финансировать большой и средний бизнес. Союз промышленников рассчитывает на участие в обсуждениях руководителей и ресурсоснабжающих организаций, не так давно претерпевших укропнения. Для бизнеса эти перемены вылились в удорожание закупаемых ресурсов, в первую очередь для строительной отрасли. Пока только промышленности Московской области готовы субсидировать расходы на техническое присоединение. Московская область проводит программы по субсидированию техпросоединения к газу. С Мособулгазом есть договоренность. Сейчас в Щелковском районе два предприятия мы подали на субсидирование. Одно из них – «Газполотехника», в Ходовской промзоне находится, и там же у Сергея Владимировича Козырева предприятие. Аналогичные мероприятия проводит МОЭС. Сергей Самохвалов напомнил коллегам о важности использования собственных интернет-ресурсов для закрытия вакансий на предприятиях. Реализовать эту идею вполне возможно, равно как и размещение публикации на едином интернет-ресурсе работы в России – Минтруда и социальной защиты. О существовании банковакансий предпринимателям напомнила директор Щелковского центра занятости населения Елена Кулихина. Если у вас есть сайт и нет вакансий, пожалуйста, воспользуйтесь баннером «Работа в России». Там все вакансии всей России, включая Московскую область, не только службы занятости, но и работодатели, которые вправе разместить свои вакансии на этом сайте. На днях руководитель районной администрации Алексей Валов назначил Сергея Самохвалова своим советником. Удостоверение на собрании вручил член правления Союза промышленников Владимир Дзюмин. В нашу компанию еще готовится вступить порядка 5-6 организаций, в том числе и строительная организация, потому что Союз становится интересным для предпринимателей. Становимся таким лифтом, когда любой предприниматель через нашу организацию может дойти до каждого кабинета. Михаил Налетов, Игорь Поляков, телерадиокомпания «Щелково». Собир更алов. tropical recнил. Игорь Поляков, телерадиокомпания «Щелково».